Всем привет дорогие друзья, с вами Алекс и мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и кататься по этим нашим безумным картам. У нас здесь маршрут вообще проложен в другую сторону, но я постараюсь поехать в Купель и Рецифес. Не знаю правильно его назвать, но в общем вы понимаете куда переть мне. Давайте мы просто маркер поставим куда-то вот сюда, в самый конец карты. Эй, поставился нет? Да, отлично. Все, сейчас будем ехать вот сюда, потому что у нас грузов в этих городах нет, но хочется проехать по этому маршруту. Я один раз пытался на нем проехать, но сейчас я немножко лучше подготовился. А кто-то скажет, блин чувак, тебе лучше треххвостник тягач. Вроде бы это хорошо, но в этом есть некоторые минусы. Так, я на красный буду ехать. В этом реально есть некоторые минусы, которые очень неприятные. Интересно, людей будут сбивать? Ну, им пофигу. Вот такие, что за счет того, что он треххвостник, иногда происходит вывешивание колес, и он реально не может ехать. Но и в то же время, то же самое бывает с двуххвостником. То есть, в разных ситуациях они себя ведут по-разному. По поводу прицепа. Этот прицеп более короткий, чем другие полуприцепы. Вот, у него вот этот вот, я не знаю, как его назвать, вот этот порог боковой, который закрывает там, да, пространство под контейнером. Он расположен выше, да и по высоте он сам меньше, нежели на вот таких вот длинных прицепах. И, естественно, естественно, у него за счет этого на разных перехатах проходимость немножко лучше становится. Ну, и плюс длина его более маленькая, поэтому на нем будет ехать проще. Вот, что еще было у нас из минусов? Я пытался вести трактор. Этот, как он там, экскаватор называется, или как там правильно. В общем, длинные прицепы пытался вести. Но я думаю, что вы поняли, что я сел на пузо, естественно, с этим прицепом. Ни черта не смог сделать. Спереди трафик, сзади трафик, везде трафик, машина шлифует. В общем, я, наверное, час мудохался, меня просто снесло в обрыв. Все. Я ставил ручную коробку передач, пытался, но, блин, реально без шансов. Там нужно все пролетать на скорости, но в то же время там настолько резкие повороты, что на скорости ты никак не пролетишь. Это просто невозможно. Я не знаю, кстати, что у нас по топливу, а по топливу вроде бы нормально. Здесь главное особо не лететь, чтобы не разбиться нигде. Кстати, а карту-то, наверное, можно выключить или нет? Или да? Так, здесь пуск опасный. Ладно, выключим, наверное, карту. Зачем нужна? В принципе, у нас... Да пофигу. У нас карта и так хорошо видна здесь. Надеюсь... Надеюсь, сейчас у нас будет не ночь. Потому что ночью там не хочется ехать. Там реально дорога просто безумная. Боже, почему так тихо? Ужас какой. Мне аж стрёмно. Мне кажется, что за всё время это сейчас будет самый сложный маршрут у нас. Самый-самый сложный, на котором я когда-либо ездил в Евротрак Симулятор 2. Ох, нифига себе. Швырнуло как. Реально швырнуло сильно. Кстати, вообще бывают прицепы, если вы помните, ещё более короткие. Которые у нас самосвалы. Но их не было. Именно из того города, из которого мы ехали, их не было. Но, в принципе, будем проезжать вблизи одного города. Вот, но... Но, 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 но. Туда нужно заезжать по этой хреновой дороге. Там кататься, получать эти грузы, не хочу. Вот, да и плюс, почему-то, вот тогда, когда я там застрял. Я вызвал эвакуатор 911. И почему-то я оказался в том городе, из которого я сейчас выехал. Видимо, что... Я не знаю. То есть, я где-то вот здесь застрял. Видимо, система поняла, что вот так вот линию провести ближе, чем сюда. Короче, какая-то такая глупая ситуация была. Естественно, дорога была тоже там с бешеными просто углами наклона. Было ехать очень сложно. Да и то, я даже не проехал половину маршрута. До первого же города. То есть, я не говорю про этот, который сейчас у нас будет. До следующего. То есть, сейчас мы премся туда. Я думаю, что мы это все растянем на две серии. Потому что у нас реально маршрут может занять часа два. Потому что там движение со скоростью 20-40 км в час. Придется ехать, как в реальной жизни, несколько часов. ЕТС-а давно не было, кстати. Жмите лайк, если вы ждали ЕТС. Ну и пишите комментарии. Все с фарами катаются. Может, вечер наступит. Будем просто на ближнем ехать. Знаете, мне кажется, что все-таки будет вечер. Там, кстати, вроде бы слева можно было срезать, насколько я помню. Или нет? Камни сквозные. Для меня они не сквозные. Для трафика сквозные. Офигеть, что там за пропасть? А, нет, это камни тут лежат. Боже, я подумал, там пропасть какая-то. Я, кстати, через эту деревню так и не пробовал срезать. Постоянно проезжаю мимо и забываю. Эх, такой вот я человек. Старость, не радость. Память уже не та. Вольвик, я надеюсь, ты меня не подведешь. Все. Летим. Летим, летим, летим. Надеюсь, нам чуть-чуть уже осталось. На карту даже смотреть не хочется. Кстати, у нас эта штуковина покажет. А, пам, пам. Ф-5. 2.148. Но мне кажется, что здесь на самом деле намного меньше. Просто. Ой-ой, главное не перевернуться. Просто здесь, наверное, у нас маршрут сразу в обратную сторону рисуется. Вместе с морским путем. Вот толку того, что ты меня обогнал, если ты сейчас плетешься. Я тебя просто обгоняю как стоящего. Так, у нас еще две шпильки. Сейчас мы одну пройдем. Будет одна и, по идее, все. А может и нет. Хотя бы идем на хорошей скорости. То есть, у нас тонна топлива осталось из-за пасхода 3000 км. То, что у нас урон, я думаю, что это на нас никак не повлияет. Но главное в говно не убивать грузовик, чтобы он не глох там у нас. А так тяга вроде бы у него и не пропадает. 996 литров. Интересно, сколько мы сожжем? Я не помню, сколько у нас было, когда мы выехали. Догоняет. Это же гольф тут. Это засранец. Или не гольф? Это хрень какая-то. Это не гольф. В тех горах, кстати, даже трафик пытается обогнать. А дороги там просто для одной тачки. Там, чтобы было две машины, такого я не слышал и не видел. Там невероятно сложно. Даже если просто пройду тот поворот, где я засел, это уже будет прогресс. Потому что, если там еще раз сяду, то... Ну, блин, я не знаю. Чтобы вы просто понимали, насколько я серьезно там засел. Причем я стоял просто на дороге. Я даже без прицепа не смог тронуться. Без прицепа. Там просто мало того, что... Подъем. Он угловой. И этот угол идет в пропасть. Если вы помните, было место, где я падал с обрыва. Какой-то из серий. Тоже на этой карте. Вот примерно там то же самое. Только повороты более крутые. И еще и с трафиком это все. Просто ужас. Так, летим. 3080 км. Осталось проехать на нашем топливе. Как-то расход у нас слишком быстро растет, по-моему. Мы можем поставить скорость? Нет? Нет. Так, поворотик сейчас будет хороший. Лучше скинуть скорость. На всякий случай. А, ну тут и яма еще на дороге. Вообще супер. Блин, ну снова шпильки. Сколько можно? Сколько их там осталось? Раз, два, две штучки. Две штучки, повороты. Там чуть-чуть уже. Там, кстати, такой баг сейчас интересный будет. Когда пройдем эти шпильки. Кстати, идиотский. Именно жесткая недоработка того, кто делал карту. Просто не подумал человек. Наверное. Или не проверил карту. Просто там, знаете, там такая дорога оттуда идет. Туда просто не должны машины ездить. Если здесь есть некоторые сложные маршруты. И по ним реально трафик особо и не ездит. А если ездит, то буквально там одна, там пару машин за несколько сотен километров. То здесь же они просто прутся. Я не знаю, как по трассе Москва-Симферополь куда-то на море. Блин, там просто деревьев нет. Я думаю, какая-то дорога, что ли, вниз ведет. Я уже аж думаю, нифига себе. Думаю, вроде бы раньше не было. В онлайне, кстати, давно не играл. Наверное, уже снег там включили снова. Нужно будет попробовать купить. Наконец-таки Францию. Прокатиться там. Но, если честно, я не горю желанием прокатиться там во Франции. Да и... Мы Скандинавию толком не обкатали. Топи, машинка. Топи. Или сюда, я не знаю, нужно, наверное, модно какой-нибудь КАМАЗ высокий ставить. Тогда он реально проедет. И чтобы он был просто грузовик. Без ничего. Без прицепов. Без нифига. Офигеть, какую мы колонну собрали. Интересно, мы оторвемся от них или нет? Или они начнут нас обгонять? Потому что на подъем они нас быстро догоняют. По прямику, мне кажется, мы сейчас просто начнем уходить. Без комментариев. Просто без комментариев. Вы видели, что сейчас произошло. Боже. От такого и крыша поедет. Скалы в воздухе. Все в воздухе. Так, ну что? 120 уже почти прем. И у нас сейчас будет поворот. Так что лучше оттормаживаться. Сейчас начинается самая тупая дорога. Она вроде бы сейчас не предвещает никакой беды. Она выглядит абсолютно адекватно, хорошо, без всяких проблем. Но типа однополосная. Но на самом деле это двухполосная дорога. И здесь, как сказать, она не рассчитана на то, чтобы здесь ехало несколько автомобилей. Потому что я могу ехать только по этой дороге. Я не могу ездить сквозь стены и сквозь что-нибудь еще. Но трафик может. И он не понимает, что я еду по этой полосе. И он начинает ехать мне на перерез. Вот в частности вот в таких местах. Я сейчас буду максимум топить, чтобы быстро здесь проскочить. Потому что мне придется тогда съезжать куда-то, буксовать. Врезаться в трафик, там еще что-то творить. Потому что именно в этом повороте у меня такое было. Это было неприятно. Блин, я уже вижу эти места. Давайте включаем дальний. Просто посмотрите на эти обрывы. Они бездонные. Потому что такой вид, будто гора какая-то. Куда ты обгоняешь, придурок? Ты сейчас сдохнешь там. И просто представьте, что здесь еще встречка иногда ездит. Так тут еще нормально. Тут еще все нормально. Сейчас начнется самое веселое. Я даже не знаю, на какой скорости мне ехать. Мне нужно поддерживать максимальную скорость. Но ту, при которой буду вписываться во все повороты. Это сложно. Потому что если у нас не хватит скорости, мы просто где-нибудь не поднимемся на горочку. А если будет высокая скорость, мы просто не впишемся в поворот. Так что все не так уж и просто у нас. Эти две тачки по-прежнему с нами едут. Народ! Блин, сожмите кулачки за меня. Ох! Ё-моё. Вот это я исполнил. Вот вроде бы после вот этого поворота, который будет направо, вроде бы я там застрял. Да. А нет, нет, нет. Не здесь. В другом месте. Потому что здесь я помню, я проезжал. Я еще боялся, чтобы у меня прицеп вниз не рухнул. Отсюда. Вот отсюда направо, вроде бы. И вот сюда я уже не поднимался. То ли за счет длины прицепа, то ли за счет того, что то ли вывешивалась машина у меня, то ли еще что-то происходило. В общем, я не поднимался сюда наверх. Я даже вот сюда уже не заезжал. Но сейчас прицеп более короткий, поэтому сюда как-то проще подняться. Офигеть, у меня получилось. Но я здесь реально мудохался час или два часа. И просто потом выключил игру с матами-перематами. Ужас просто какой-то был. Боже, я вижу эту трассу. Что-то она мне совсем не нравится. Осталось чуть-чуть проехать по этому участку. Он, по-моему, какой-то не очень. Хотя пока что выглядит нормально. Ого, мы вроде бы идем на подъем, но скорость просто дикая на подъем только что была. Еще прикол в том, что нам нужно сюда вписываться, и прицеп может цеплять обочину, где-то какие-то горы, вот эти вот породу какую-нибудь. И за счет этого происходит, так сказать, трение, и мы останавливаемся. Хорошо, что здесь хотя бы нет подъема. Потому что подъем, поворот, это все. Это жесть. Боже, что там моргает, когда я так поворачиваю? Понять не могу. Искры какие-то? Или то у меня уже поворот сам включается. Или то они моргают, потому что с дальним еду. Хотя я их никак не могу слепить. Так, но пока что все вроде бы безопасно. В тот момент я проехал. Все. Ого. Спуск с поворотом. Вроде бы маленький подъем, но мы просто тормозим здесь. Так, последние повороты можно топить, наверное. Обрыв закончился, нет? А, они моргают друг к другу. Ну, по-моему, здесь уже, ну-ка, кстати, обрыв вроде бы остался. Но какая-то такая же местность. То есть не настолько какая-то опасная, кажется. О. Немножко грунтовочка изменилась. Дерево. Офигеть, там спуск такой. По-моему, мы сейчас будем просто туда спускаться вниз. Мне кажется, что там река какая-то. Тормозим. Офигеть. Да, реально спускаемся. Или поднимаемся. Потому что снова подъем уже идет. Едем непонятно куда. Кстати, прямик хороший. Так, мягенько прет. Сотку идем. О, асфальт. Наконец-то. Ура. Где мы находимся? Нифига себе, какая здесь просто. Скоростная какая-то трасса. Знаете, ну если так и будет, то мы очень быстро сейчас доедем туда. До конца. И, возможно, не придется это все пилить на две серии. Топлю в пол. Не знаю, будут ли у нас какие-то препятствия прямо сейчас по этой неплохой дороге. Но я топлю в пол. Потому что повороты очень плавные. Леса такие. Главное, чтобы сейчас где-то в повороте не было обрывов. То нам будет хана. О, наконец-то. Еще и дорога стала шире. Вообще супер. Но трафика нету, самое интересное. В прошлый раз, когда я катался, навстречу тоже был трафика. Сейчас только за нами две тачки ехало, да и все. Смотрите, мы просто уже какой участок проехали. Мы реально сейчас ее быстро пройдем. И можно будет отправиться, наверное, в Бразилию. Хотя нет, там вроде бы еще Китай есть. Карта Китая или чего-то непонятного. Я думаю, я там посмотрю и выберу что-нибудь интересное. Просто прямик. Даже конца не видно. О, что-то там справа повинелось только что. Такая местность постепенно становится такая какая-то песчаная, да? Потому что у нас здесь видно растут сосны. Потому что всегда в такой песчаной местности растут. Думаю, что сейчас какая-нибудь или пустыня начнется, или что-нибудь еще. Так, по-моему, лучше притормозить немножко. А хотя нет, можно было не тормозить. О, что-то уже моргает. Цивилизация. Мне зеленый. Отлично. Что это такое? Блокпост что ли? Лучше на всякий случай притормозить. Не зря. Всю скорость потратили. Так, мы находимся здесь. Ох, ну неплохо заехали. Так, а по карте, что у нас там все-таки есть? Перевалочный пункт какой-то. Вот это вот хрень полнейшая. Сюда я не ездил, потому что карта вся однотипная. Вот здесь мы не были. Вот здесь интересно побывать. Здесь это у нас чуть ли не просто какая-то там, то ли Польша, то ли что-то такое. Короче, нужно побывать вот здесь. И отправиться в Бразилию. Все. Больше у нас нет никаких идей по этой карте. Потом ее можно удалять. Ставить какой-нибудь российский простор. И свободно колесить. Кто-то спит на заправке. Что это за траншея какая-то? Непонятно. Кстати, пустыня. То, о чем я и говорил. Мне это сейчас напомнило. В дальнобойчиках 2. Как раз дорогу в Алмазный. Очень похоже так. Тоже все было зеленое. Потом как-то так все постепенно перешло. И стало вот песчаное все. О. Отлично. Дороги уже нет. Как всегда. В жопе находится заправка, эстлой и так далее. Ненавижу этот прикол. Это реально бред. Как оттуда выезжать непонятно. Особенно с прицепом. Задом. По той дороге. Нереально машину разобьешь. И не захочешь я просто ремонтировать. Проще до города дотянуть. О, асфальт снова. Что-то скорость 90. Вот подъем слабенький какой-то. Или хороший. А, нет, хороший. На вид просто слабенький. Скорость-то падает. Сколько нам осталось? 1770 км. О, спуск. Ох, сейчас разгонимся. Не знаю, как буду тормозить. Что там светится уже. Так. Ага, понял. Чувак какой-то что-то там качает. А, вал скалы. Ясно. Так, стоп. А здесь что у нас? А, это дорога на базу. Понял. Кстати, по идее, если мы разобьемся, то мы должны переместиться в этот город, в который мы сейчас едем. Если там, конечно, есть СТО. Просто дорога по пустыне. Ой-ой-ой. Аж швырнуло немножко. А мы по-прежнему куда-то еще ниже спускаемся. Мне кажется, мы сейчас... Ох! Офигеть, вот это занос был. Мне кажется, мы сейчас под землю куда-то уйдем еще. Кстати, несло конкретно. Видели, как я руль выкрутил влево? Что-то сейчас вроде бы спуска, тачка не разгоняется. Сейчас ночью уже в игре. Скоро догонит мое время, потому что у меня сейчас время полшестого утра. По-моему, там подобие каких-то шпилек уже началось. Блин, реально не разгоняется. 80 просто с трудом. Реально с трудом. Маленький кусочек асфальта. Все, пустыня. Стоп, что это такое? Что-то так тяжело идет. Офигеть, первая встречка. Дальним его слепим. Он нам поморгал. Отлично. Будем считать, что он поздоровался, а не поматерил нас за то, что мы на дальнем катаемся. Хотя, скорее всего, второй вариант. Строек какого-то моста или что-то? Будто какие-то опоры прям. Город. То ли мост, то ли терминал какой-то там сверху. А! Офигеть! Тросы здесь терминалы. Мне что-то вообще, что-то другое, непонятное показалось. Офигеть можно. Просто офигеть. Что там за база? Угу. Какой-то карьер даже есть. О! Зеленая трава. Блин, везде широкая дорога. То есть сейчас, смотрите, по широкой дороге сколько мы будем тут валить. А, я думал, здесь город. Город вот тут. Здесь она расходится, здесь широкая, потом уже узенькая, ну и... Фигня осталась. Фигня, реально фигня. Будем доезжать до конца. Потому что думал, что не сможем. Писаться во время. Кстати, пальмы уже какие-то растут. Что-то поменялось. Листья просто валяются. Сейчас подъем, наверное, будет хороший здесь. Что-то он с виду затяжной такой. Давай, гоняй. Пока есть момент. О! Сразу арочка вспоминается из Польши, да? Которая у нас... Когда катаемся по Европе, там в Польше такие же арочки стоят. Две штучки вроде бы по пути на выезде из Польши. Так, платная дорога. Зачем она здесь нужна? Непонятно. Чувак что-то так долго проходил эту штуку. Потому что мы вообще быстро проехали. Не обгонишь. Не обгонишь. Не обгонишь! Что это за детская полоса? Вообще впритык. Ай! Нифига себе, даже зацепил. Ну, вот это, видимо, уже город. Тут сразу узнается стандартный Евротрак, да? Просто все знакомое. Ничего такого незнакомого. Очевидные вещи. Ох. По три полосы в каждую сторону. Вот деревьев, конечно, мне кажется, что их больше стало тут. Налепили их так от души. Так, F5. 1640. А если у нас было изначально 2000, то есть нам не больше 640 км нужно проехать. Не больше. Можно, кстати, вот так вот пока что сделать. О, мостик. Ехать, смотреть, насколько быстро мы двигаемся. Кстати, смотрите на карту. По встречке там более нормальная дорога будет, а здесь у нас что-то вообще извилистое, по-жесткому. Наверное, там сейчас какие-то горы начнутся. Заодно и скорость видно. 140. Жаль, конечно, что сейчас будет резкий поворот. по большой карте так медленно, медленно, по маленькой карте просто несемся, пролетели мимо этих заправок вообще с космической скоростью. Так, ну думаю, пора уже притормажить. 149 мы шли. Может и больше бывало. Блин, спуск и поворот еще очень опасно. Что, по встречке поедем или по своей полосе? По своей. Надеюсь, здесь будет без приключений. тихо, не переворачивайся. Ого, мы, кажется, сейчас туда наверх заедем. боже, я сейчас еду, у меня такое ощущение, будто слева встречка у нас. Только обочина выдает истинную сущность этой дороги, хана тебе, шкода. Нет, тебе повезло. Ого, поворотик. Сюда хрен выползли сейчас на этот подъем налево. Если они будут тупить. Не-не-не-не-не-не-не-не! Прости, шкода, но я был вынужден, потому что если бы я заеду сейчас там притормозил, я бы не выехал. Хотя я сейчас, наверное, не выйду. Ну так, хотя бы какие-то шансы есть. Да, выехали. Шкода там валяется. Ну а что делать? Сам виноват. Фигеть там река вообще. То, что именно такой, да, пацан? Выехал, затормозил, чуть ли вообще не остановился. Может, он так и хотел остановиться. Я уже думаю, ну, нужно его просто таранить, выталкивать, ехать дальше. Сейчас, по идее, такой дикий спуск будет. Ох, просто американские горки. Что, в воздухе летим, нет? Да! Я же почувствовал это приземление. Офигеть. Нужно было на это все смотреть снаружи, в замедленном действии. этот заказ очень важен для наших клиентов. Не переживайте, мы его все равно не везем туда. Так что клиенты пусть не переживают, заказ мы не привезем. Сразу музыка заиграла. О, ветряки уже есть. Дорога стала меньше, там есть заправка. На заправке наверное как всегда у нас сейчас будет платная дорога. Ну что, воздушный шар сел прям на трубу или что это такое? Все странно так выглядит. Так, хороший поворот, лучше притормозить немножко. Ох! Олени. Интересных можно сбить или нет? Это было стрёмно. Наверное сделано на то, чтобы вылетаешь в поворот думаешь сейчас тут пройду немного по встречке там раз а там олень. Ты в обочину куда-то и просто прокидываешься. Ой-ой-ой, я сейчас сам опрокинусь. Какая дорога ведет? Непонятно. О, тоннель какой-то. Так, наверное, карту на F5 я пока отрублю. Что-то она мне мешать уже начинает. Кстати, тоннель вот круто сделан, потому что таких я в игре не видел. О, как неплохо прошли, да? Что там зеленое светится? Воздушный шар. Озеро какое-то. Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, а здесь вообще полноценный город? Что, мы приехали? Да, в этот город, получается, приехали, но до заправки в любом случае нужно доехать. Интересно посмотреть, как она хоть выглядит. Ну, точнее, не как она выглядит, а как маршрут туда выглядит, заправки. Или же хотя бы просто туда приблизиться и посмотреть на него. Так, только не поворачивайте никуда. Но города здесь как-то, вот, блин, не очень в этой стране нарисованы. Как-то коряво, я бы сказал. Рено. Чувак, я тебя не пропускаю. Так, а по карте что у нас тут? Сюда можно было на базу съездить, здесь просто городок, да и все. В принципе, ничего особенного. Так, а осталось сколько ехать? 1443. Ну да, в принципе, чуть-чуть. Ну что, где мои шпильки? Боже, как-то странно звучит, где мои шпильки, но думаю, вы поняли, что. Снова пустыня. Только не говорите, что нам придется подниматься вот на эту вершину. Иначе это будет просто ужасно. Если честно, я сам не знаю, что я сейчас сделал. Я просто протупил. Давайте выезжать на дорогу по Барику, чтобы у нас было хоть какое-то сцепление с дорогой. Иначе мы тут сейчас сядем. Асфальт, надеюсь. Да, супер. Просто посмотрел, что у нас, как, я не знаю, подфарники какие-то оранжевые горят. Начал смотреть, думаю, откуда они там светятся. Думаю, надо включить хотя бы габариты посмотреть. А они светятся непонятно как. Просто чуть не разбились. Так вылетел жестко. Хотя Вольва наша и не такое видала, и такого не боится. Дорога видно сразу, что сделана из бетона, наверное. А не из асфальта. Такие полосы характерные на нем, на этом покрытии. 50 км в час. Вот это подъем, вот это скорость. Вот это я понимаю. Хочешь на заправку съездить, потрать литров 50 топлива. Сейчас можно даже интересно засечь. Хотя от города нужно было смотреть. Предположим, что 770 литров. Я думаю, что сейчас у нас полтинник может уйти. Но если не полтинник, то 20 литров точно уйдет. Так, а Парсане сколько мы проехали? В принципе, проехали не очень немного. Но мне кажется, что мы там уже литров 10 спалили. Вообще не идут на подъем. Чуть-чуть больше, чем 30 км в час. Сейчас здесь не подняемся. Нет, поднялись. Странно. Вот аж мы там катались. А, нет, это другую дорогу видно, куда мы спустимся еще. То есть у нас будет, видимо, хороший спуск. Я думал, только подъемы. Смотрите, практически 5 литров уже нет. Очень быстро уходит. А прошли, в принципе, только одну шпильку. После того, как я заметил. Расход наш. Сюда явно нужно лететь без прицепа. По Барику прилетел, заправился. И уехал. Восстановился где-то там, я не знаю, на СТО. Если оно в городе есть. Непонятно, есть оно в городе или нет. Да, есть. Ну тогда нормально. Сколько еще ехать нам? 4.52. Эти часы реально меня догоняют. 4.53, 5.54. Они прям по секундам идут. Я не успею к этому времени. Ну что, у меня уже 5.43. Черт возьми, давайте мне уже спуск. Я устал ехать на подъем. Он просто бесконечный. Вершина мира. О, спуск начинается. Отлично. Проще было, наверное, тоннель здесь прорубить какой-то в скале. И все. Чем здесь только накладывать дорог прям по вершинам. Горы исчезают, рисуются заново. Горы исчезают. ох тихо 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 чуть не прокинул нужно все равно еще дальше тормозить скорость высокая так наверно дальний вырублю он уже не нужен нет 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 держись фурик отлично ох как разгоняемся так нужно за скоростью наверное следить немножко что с деревьями что это такое тут наверное не рассчитано что кто-то на заправку поедет деревья еще нет на колеса ой кажется мы на крыше лежим но блин просрали мы наш грузовик друзья надеюсь вам эта серия понравилась подписывайтесь на канал не забывайте ставить комментарии с вами был алекс и всем пока пока